Самый слабый автобусный завод России будет все-таки жить Новая модель начала свое, так сказать, триумфальное шествие Друзья, ссылку на источник я оставляю в описании под этим видеороликом Вам же говорю, смотрим Давно ли вы слышали вообще о Курганском автобусном заводе? Многие, в принципе, даже и не могут вспомнить, а многие, я уверен, даже и не знают Ему дали определение – самый слабый актив автобусного дивизиона группы ГАЗ Фактически, друзья, если бы продолжились тренды, то этот завод можно было бы, в принципе, списывать Но, как оказалось, пока что рано отправлять в историю вот именно это самое автопредприятие Возникает вопрос, почему? И я отвечаю, вот почему В текущем апреле, в далеком от европейской части страны, например, Якутске, состоится, я бы сказал, рядовое для современной Российской Федерации Очень интересное такое и знаменательное событие А именно, правительство республики Саха, Якутия, сделало своим жителям подарок А именно, приобрело 100 новых автобусов, то есть пополнило свой автобусный автопарк Повод 100 автобусов равняется столетию образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики Звучит, конечно, необычно Итак, в рамках контрактов, заключенных в конце прошлого года с предприятиями группы ГАЗ В регион поставляются 55 городских автобусов КАВС-4270LE 10 автобусов КАВС-4238 А также 35 автобусов Вектор-NEXT-8.8 В модификации «Доступная среда» Так называемая в кавычках КАВС-4270LE Это городской автобус Кто не знает, я хочу сказать Автобус городской среднего класса Точнее, между средним и большим Машина предназначается для работы на маршрутах С относительно высоким пассажирским, скажем так, потоком И при этом рассчитано на перевозку не менее 90 человек Количество мест для сидения 28 Остальные сидят на ногах Подчеркиваю, не стоят, а сидят на ногах Итак, друзья Курганский автобус комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-536 Который, в принципе, относится к категории экологического стандарта Евро-5 мощностью 210 л.с Силовой агрегат работает в паре С четырехступенчатой коробкой передач Void Или шестиступенчатым автоматом Ellison Предусмотрен гидродинамический тормоз-замедлитель Шесть расположенных на крыше газовых баллонов Общей емкостью по 662 литра Обеспечивают запас хода до 350 км Пневматическая подвеска Обеспечивает мягкость хода А также комфорт во время поездки Но давайте мы с вами вернемся к якутским контрактам Мы точно не знаем почему Но в этой партии из 100 автобусов Оказались еще и 35 автобусов модели Павловского завода А именно, о которых я говорил выше Это модели под модификацией Vector Next 8.8 И хочу добавить, что эта самая, скажем, модификация Или, будем так говорить, группа векторов Это, в принципе, самая вместительная модель Из флагманской линейки Павловского автобусного завода Смотрите сами Салон рассчитан на перевозку 59 пассажиров Включая 23 посадочных места Также хочу добавить, что и павловские И курганские автобусы Они все изготовлены именно в северном исполнении То есть северная вариация В комплектацию входит Утепленное рабочее место водителя Двойные стеклопакеты Дополнительные отопители Термо-шумоизоляция Автобусного кузова Тормозные и даже гидравлические шланги Которые рассчитаны на температуру окружающего воздуха До минус 50 градусов по Цельсию А также, что немаловажно Также газовые баллоны В арктическом исполнении Которые выдерживают температуру до минус 65 Так что рано списывать еще Концерн, дай бог, он еще Заживет новой, второй жизнью Редактор субтитров А.Семкин